Каждый день в этой семье начинается одинаково. Иван просыпается, и первое, что он делает, садится читать. Мы познакомились в спортбаре. Меня тогда пригласили друзья, там, по-моему, в ЦСКА играли. Ну вот представьте себе, спортбар, все шумят, галдят. Он сидит так и не следит даже не за матчем. Вообще как будто ничего не интересно. И сидит и что-то читает. Я вообще подумала, что это какой-то научный сотрудник. Однако пристрастие Ивана к книгам с научной работой никак не связано. Причиной его является психическое расстройство, поразившее Ивана в детстве. Когда он учился в школе еще, он завалил экзамен по литературе. Поэтому тогда, как родители говорили, закрылся у себя в комнате, обвалился книгами и все, стал читать все книжки подряд. Вот так вот и пошло. На попытки нашей съемочной группы взять у Ивана интервью, тот ответил категорическим отказом. Нет, не знаю. Слушай, не мешай, дайте мне это читать. А вы даже не пытаетесь, нет. Он с посторонними людьми вообще даже общаться не будет. Он никого не слышит. Выходя за Ивана замуж, Светлана не знала, что со временем его болезнь будет только прогрессировать. С каждым годом жить с Иваном становится для нее все сложнее и сложнее. Все делаю, все делаю за двоих. Встаю, его поднимаю, переодеваю, постель заправляю. На улице он без меня выйти не может, потому что машина собьет сразу. Врачу вместе, магазин вместе, одежду покупать вместе. Тем не менее, ставить на своем муже крест Светлана не собирается и регулярно вводит его на прием к психиатру. Правда, до настоящего времени каких-либо видимых плодов это не принесло. Происходит это от того, что человек закрывается от внешнего мира, как это часто бывает от тяжелых каких-то событий, обстоятельств, и переходит в мир, ну, так скажем, виртуальный. То есть он себе придумывает его, и чтобы сильно не напрягать фантазию, потому что это довольно сложный процесс, он зачастую черпает его из фильмов, из журналов, из книг. Выдернуть у вас не получится его из этого виртуального мира, поэтому лучше всего дать ему какую-нибудь плохую бульварную литературу, какой-нибудь плохой романчик, чтобы ему просто разонравилось читать вообще. Иногда вот я вижу, берет книжку, читает, и что-то ему там очень, видимо, не нравится, потому что он сидит, морщится. Но тем не менее, все равно принципиально он все равно эту вещь дочитает. Ну, вот сейчас, кстати, читает один какой-то журнал, и я вижу, что он нравится. Осторожно, горячий. Горячий, я тебе говорю, подуй. Врачи многократно предлагали Светлане отдать Ивана на принудительное психиатрическое лечение, но та лишь отмахивается. Говорит, что любимого человека не предаст ни при каких обстоятельствах. Тем удобно, с тем хорошо, он молчит, никогда тебя не перебивает, и за телевизор у нас никогда с спор не выходят. Французская литература 500. Дени Дидро написал эту повесть от лица молодой послушницы, горячо протестуя против сломанных женских судеб. Монахиня. Монахиня. Дальше. Французская литература 400. Он помнит все, вообще, досконально просто. Все, что не прочтет, он помнит все. От начала рассказа до конца, всех героев, сюжет, все помнит абсолютно. Мы с подружкой один раз принесли какой-то, по-моему, литературный бросфор. Вы не представляете, мы его за минут 15 разгадали, так мы хоть приз выиграли, мы хоть на море съездили с ним. Самая большая проблема состоит в другом, признается Светлана. Это же невозможно всю зарплату тратить на книги. Я сейчас изучаю все интернет-сайты, какие-то объявления еще стараюсь искать, где люди просто так дают на самого вас литературу какую-то. Вот, хожу, бегаю, достаю, привожу. Вознесенский есть, Андрей. Читал. Виноградов в три цвета времени. Тоже существовал. Александр Полежаев, сочинение. О, поставь, будто ты не читал. Хули, картосар. Картос. Читал. Слушай, вот сам учитель по-английскому. Не, английский не вон. А вот нужно как раз-таки. Прошел бы это. Вот так и проходит День Ивана. А пока тот читает, Светлана успевает и на работу сходить, и одежду погладить, и еду приготовить. Тамара Ершова, Алексей Ситников. Специально для телепередачи